А перед тем, как ты будешь наблюдать безумие, мой дорогой друг, хочу тебе рассказать о проекте Aware Project. Уникальный проект с концепцией 1992 года. Команда проекта работает над созданием стабильной и увлекательной игровой площадки. Шикарный маппинг и интересные системы, которые просты в использовании. Мод и веб-ресурсы на стадии завершения. И совсем скоро вы сможете продумать и зарегистрироваться в его персонажа. Многие уже сделали свой выбор, присоединяйся и ты. Ссылочка находится в описании этого ролика. Всем привет ребятушки, с вами снова я Хик. И давненько я хотел сделать такой видосик по этой всей движухе именно спидран Вайс Сити. Почему он стал таким изичным, не то чтобы изичным, а он стал слишком быстрым, как для такой игры. GTA Vice City, то есть вы да, представьте вообще с чего я должен был начать это видео. С того, что GTA Vice City реально пройти за 12 минут. Буквально вот недавно, месяц назад, парень с ником Анти, он из Южной Кореи, показал нам это. Вот, сейчас вы видите на своих экранах его ран, то есть его вот этот вот пробег 12 минутный. Даже не 20 минут, а 11.49. Пф, стало быть, да, в здравом уме, чуваки, просто представьте. 11.49, 11 минут 49 секунд, пройти GTA Vice City, пф, не проблема. Я же парень с Южной Кореи, мне можно всё, мы там очень маленькие и очень быстрые. Ну, наверное так это всё воспроизводится. В общем, как вообще до такого докатились? На самом деле, этот ран называется совсем иначе. Вот так вот называется как-то эта категория прохождения спидрана, то есть есть нормальная, которой даже я как-то относился когда-то давно, когда этим всем занимался. А появилось вот какой-то скрипт стек андерфлоу. What the fuck? Сразу, да, понятная какая-то схема, типа, связана со скриптами. Связана с тем, что нужно прям внедраться в какие-то недры там вонючей этой игры. Да, чтобы игра вонючая, просто сделали из неё просто изнасилование какое-то, я считаю. То есть это уже не какое-то нормальное прохождение там в здравом уме. Но люди готовы идти просто реально на жертвы, чтобы показать лучшее время в этой игре. Естественно, с таким временем это уже никуда не годится. То есть этот ран не возьмут на GDQ, там ещё какие-то марафоны, то есть связанные со спидранами и прочее. Потому что 12 минут для GTA Vice City, nope. Это вообще неприемлемое время, учитывая то, что это всё легально. То есть не использование никаких читов, это просто человечки-люди покопались в коде игры или в скриптинге, что-то в этом роде. Просто я и в этом не очень разбираюсь, но просто хочется вам вообще показать весь этот маразм, всю эту вот дикость, что происходит на экране. 11 минут 49 секунд. Не знаю, многие из вас, скорее всего, проходили эту игру недели, месяца. А, а здесь, пожалуйста, парень с Южной Кореи такой сказал, что, чуваки, nope, nope, чуваки. Я вам сейчас покажу, как нужно в это играть. И просто всех реально поставил на место. Так, что ещё по поводу, пока он там вот играет, мы видим, да, вот всё, он тут играет, он чего-то тут ждёт. Скорее всего, Rampage возьмёт для того, чтобы для будущего, в общем, будем разбираться. Есть у нас Guide List, то есть вот этот SSU, то есть Script on the Flow, хрен его знает, как это хрен переводится. Короче, сбой, скриптинг, хвиптинг и всё такое. Вот, весь титульный наш лист, где мы видим всяких разных чуваков, которые пытаются то же самое, да, вот, ну и максимально это 44 минуты. То есть 44 минуты, это нормас, то есть если вы таким же способом сможете что-то попробовать, но у вас как минимум 44 минуты должно получиться. А может быть и меньше, то есть вы, возможно, попадёте даже в этот топ. Окей, у нас также есть Guide на английском языке, где Анти, сам же автор этого рана, пытается нам объяснить, что происходит и как это вообще сделать. То есть как он вообще до этого допёр. Ну, тут нам говорят, что типа, есть такие чуваки, как Хусо и Патрик, Патрик хрен знает кто такой, но Хусо где-то здесь вот, вот он, десятый, находится. То есть они пытаются давным-давно уже найти такую лазеечку, вух-ух-ух. Кстати, этот самый Guide мне перевёл на русский язык один очень хороший человечек, это Рома Рома. Спасибо тебе большое, я знаю, что ты смотришь этот видос. Также на переведённый этот самый Guide я ссылочку оставлю в описании, чтобы кому вообще эта вся движуха интересна, вы могли прочитать на русском языке. Также оставлю Guide на английском языке, возможно, есть какие-то нюансы в переводе, без этого никак. Ну, то есть не все мы профессионалы. Вот. Вот мы возвращаемся с вами к рану, и что мы здесь видим? Он, анти, взял рампейдж, решил сохраниться. Взял рампейдж и решил, нет, наоборот, решил загрузиться. То есть в начале игры он как раз-таки на этой точке сохранялся. Берёт какую-то вонючую машинку и, скорее всего, едет до первой же миссии нашего Кена Розенберга. При этом берёт рампейдж. В принципе, это иллегально. В ранах вообще легально сохраняться и загружаться. То есть это не является никаким преимуществом, никаким читом. То есть если это в игре есть, почему бы это не использовать? Но опять же, то есть это не была использована никакая загадовочка в начале. Это всё было, всё законно. То есть он вначале сохранился, прям на том сохранении. Рампейдж! И заходит он в миссию во время рампейджа. И ещё раз. Раз. То есть где-то так он сделать должен 8 раз. Раньше делали все 10 раз. При этом игра крашилась. То есть значения совершенно были не те. И кто пытался вообще? Вот тот же самый ран на 44 минуты. На самый последний, который барин находится. Вот в этом титульном листе. Вот. Здесь. Overcaller. То есть он пытался несколько раз. У него ничего не получалось. Поэтому игра крашилась. Всё время перезапускал. И в итоге вот что у него получилось. 44 минуты. Это, конечно, неприемлемо для такого вида рана. То есть скриптинг. То есть скрипт. Скрипт. Вот, кстати, ребятушки, я немножко вам покажу. Вот этот гайд на русском языке. То есть я также его оставлю в описании. Ссылочку на этот гайд. Чтобы вы могли прочитать. То есть, однако, все эти эмуляции связаны с использованием миссии. Которые имеют одинаковые указатели. Ля-ля-ля-ля-ля. То есть сейчас он наш анти. Наш герой этого видео. Он просто взял и несколько раз задюпал миссию адвоката. Сейчас вы, кстати, вот увидите одну некую особенность этого рана. Что слишком много. Вот видите, даже байки заспавнились. Они даже не доехали до места. То есть их здесь 8 штук в одном. И то есть смотрите, видите, сколько человечков там было? Даже один появился перед самим Томми. То есть там где-то было 8 этих человечков. Вы сейчас, точнее, NPC, которые заспавнили вот этот данный байк. Ну, дюп. Дюп. Просто задюпал миссию 8 раз. Знаете, что такое дюп? Это повторение. То есть он запустил эту вот миссию 8 раз. И игра это приняла как за повторы. То есть 8 миссий запустила игра вот просто в мгновение. То есть он сколько там продюпал, столько она в раз запустит. В этом деле главное не ошибиться. И сейчас главный момент. Видите, сколько кассцен. То есть игра воспроизводится вот столько кассцен у себя в голове как-то. Ну, то есть вот так вот игра работает. Вот, видите, сколько кассцен. Сколько байков заспавнилось. То есть 8, скорее всего, байков заспавнилось. То есть потому что много раз продюпал эту миссию. Также 8 раз заспавнилась и сама Мерседес. Мерседес. Дочка полковника. Смотрите, он просто ее убивает. Раньше были сложности в этом плане. Учитывая то, что раннеры, которые вот так же поставили вот это вот время. Они не могли найти правильную Мерседес. Мерседес. То есть девушку. То есть их тут 8 штук. И если они посадят не ту, у них просто миссия не продолжится. И они просто банально крашнут игру. Вот. А сейчас, видимо, какой-то способ стал, что он просто всех раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То даже десять их, по-моему, блин. Видите, он именно как-то, не знаю, каким способом он догадался. Но, видимо, самое последнее. Это самое удачное Мерседес. Хотя он всем в головы стрелял, почему не сдохли все. Непонятно. Но вот видите. Мерседес он именно ту взял, которая вот нужна. И, кстати, прошло уже половина рана. Вот так вот я вас как-то заговорил. Пытаюсь как-то объяснить на пальцах казуальщика, блин, как, что здесь вообще происходит. Но факт есть факт. ГТА пройдено за 12 минут. И он получает денюжки. Естественно. Денюжки, кстати, в этом ране тоже играют немалую роль. Потому что они будут нужны. То есть... Я просто вот сейчас покажу вам гайд. Вот, опять же, да, вот немножко открыл его. Он еще тут пишет такие слова. Проще говоря. Что? Проще говоря, у нас сейчас можешь перепрыгнуть в любую часть главного скрипта. Скорее всего, главный скрипт, это отвечает за вообще все миссии. То есть, главный скрипт, он и в Африке главный скрипт. То есть, манипулируя этим таймером. То есть, вот. Он, кстати, сейчас запустит этот таймер. Как раз таки у него второй есть таймер, чтобы хорошо ориентироваться в миллисекундах. То есть, вот у него второй таймер. Он сейчас в это время грабит нашего рабочего, да? То есть, он продавца. Вот, видите, он запустил таймер. Специально отошел от места спавна. Тем самым, обновил какое-то там, какие-то там значения в скриптинге. И благодаря этому всему, он сейчас будет покупать недвижимость. То есть, также он сейчас подберет одну из подков. Ну, точнее, не подковы, а вот что-то за вкладыши, которые находятся в 100 баксов. Также ему прибавляются денюжки. Сейчас он сделает быстренько репит на этом здании, чтобы его потом в дальнейшем купить. Есть такая некая особенность, что здание в GTA Vice City возможно покупать, даже если у вас нет этой суммы. То есть, 3000. Хотя, я не помню, ну-ка, у него будет вообще 3000. Сейчас он, кстати, едет до другого магазина. Хотя, вряд ли он тот магазин награбит на еще 1000. Ну, тут бонус. Так, то есть, он пока едет до этого магазина, ларька. А, тут есть еще это. Ага, то есть, у него плевом будет 3000. Вот, да, у него есть 3000. И благодаря повтору, то есть, репиту, которую он сделал, это F2, F1. Он, он покупает здание, и... Игра не крашится. И происходит следующее. Бам! Он сразу же попадает на финальную версию, точнее, миссию игры GTA Vice City. Что? Это как? Конечно, знаю. Есть гайд. Я оставлю ссылочку в описании. Ребятушки, я не знаю, как это объяснить. Но тут какие-то значения в скриптинге. 67-ой айди. Существует 128 скриптов. Игра заполняет его последним. И 127, это означает, что здесь должно быть 60 запущенных скриптов. Что-то все со скриптами связано. У меня взрывается голова. Я не знаю, как это объяснить. Но, тем не менее, смотрите, уже вот финальная стадия. Где выбегает Лэнс, где прибегает сам этот козел. Я забыл его имя. Который хочет наши деньги получить. Ну вот, это все финальная миссия. Он ее запустил. Скрипт работает отлично, замечательно, хорошо. Я опять же говорю, повторюсь еще неоднократно, что я все ссылочки оставлю в описании. Чтобы вы сами смогли это все почитать. Если вам вообще это интересно. А если вы просто здесь как зритель, пожалуйста, не скупитесь на лайк. Потому что, мне кажется, это реально... Если вы реально узнали что-то новое. То есть, что готовы сидеть за 11 минут? То есть, по-любому. Многие из вас не знали, что вообще такое возможно. Как и я, в принципе, не знал до поры до времени. Но теперь вы это знаете. И я должен был сделать по этому поводу видео. Вот такого прям First Person. Видите, да? То есть, вот. Банально. Он убил всех людей, которые должны грабить у него денюжки. И сейчас появится сам этот хрен. Сони. Сони. Точно. Сони его зовут. Все проигрывается. NPC дофига. Ну и, разумеется, мы должны его просто сейчас в конце убить. То есть, сори за спойлер. Но 12-минутное видео, как бы. За 12 минут пройти GTA Vice City. Да. Разумеется, это не то прохождение, где нужно покупать бизнесы. Да? То есть, это вообще жесткая тема. Жесткая тема. И многие даже не в состоянии ее объяснить. То есть, даже есть такой один парень, который также раньше занимался спидраном по Vice City. У него получилось объяснить, что происходит за час. А я вот тут пытаюсь растолоковать все за 12 минут. То есть, поймите мне. Я этим даже давно уже не занимаюсь. И мне реально сложно это объяснить. Но факт есть факт. Игра пройдена. 11.50... Ну, 11.49. Там плюс-минус миллисекунды какие-то. Есть факт, есть факт. Игра пройдена. GTA Vice City. Изи пизи. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хик. Ставьте лайк, если вы в шоке. Если вы просто выпали сейчас, как я. Вот я просто на эмоциях. Я не знаю, что происходит. Все. С вами был Хик. Всего хорошего. Всем пока. Ждите новых видео. Я возвращаюсь в строй. Скорее всего. Во-во-во-во-во. Все. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за просмотр, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok